Я на самом деле ахерёй, если это выпадет... А-не-не... А-а-ребята, это... Раскрою вам маленький секрет, передо мной всё это время была ваша тачка. Я эту машину вам разыграю, мразь. Ты чё, ты чё делаешь? Это кто такой вообще? Дай мне... Да ну, не может быть. Да ну нафиг. Снова, снова эта тачка? Ёптель. Ребятки, всем доброго времени суток, с вами Армхоф, и сегодня мы на аномальской ролплей в последнем сервере. Будем открывать 10 новых легендарных твик, которые добавили в честь Хэллоуина, и там может выпасть много чего дорогого, ребятки. Я думаю, в минус мы не уйдём, хотя, мне кажется, уйдём. Вот, 6 миллионов я потратил, посмотрим, что же будет, стоит ли вообще их покупать. Я даже с банка взял дохера денег. Ребятки, это будет шикарно, шикарный видеоролик будет, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, а мы, может быть, и начнём. А, нет, ребятки, не начнём. Чуть не забыл про конкурс, ребятки. Сегодня я разыгрываю. Мерседес Джилл, подожди, чё, чё, мразь, ты куда? Эй! Короче, мы разыгрываем эту тачку, блин, я не знаю, чё. Ну, короче, сейчас я остановлю эту машину где-нибудь здесь. А, он сейчас снова украдёт, да, ладно. Пофиг, ладно, пусть украдёт, пусть покатается. Ребятки, вот смотрите, насколько востребована тачка. Любой чел уже хочет его украсть. Если вы хотите тоже покататься на этой тачке, но уже собственной, да, чтобы я вам подарил эту тачку, обязательно, ребятки, участвуйте в этом конкурсе. Для этого просто надо поставить лайк, подписаться на канал, и самое главное, в комментариях написать ваш ник. И в следующем видео по-аномальску я озвучу имя того, кто выиграл данную машину. И самое главное, ребят, условие, я буду это проверять, написать мой промокодик в этой игре. Промокод ARM, просто пишите ARM, получаете 100 тысяч долларов в игре, и ещё участвуете в моём конкурсе. Спасибо за внимание, теперь перейдём к ролику. Ну что ж, ребята, сейчас покрутим первую рулеточку нашу легендарную за этот ролик. Надеюсь, что-нибудь нормально выпадет, и он нам выпадает, да. Нам выпадает рулеточка, три штуки. В принципе, это окуп, да. Это, можно сказать, окуп, даже нормальный такой окуп. И я могу её продать за 750 тысяч примерно, а тыкву я покупал по 500-550-570 тысяч. Так что это чётко. Даже если не продать, рулетки можно покрутить, если мне повезёт, то, возможно, и по ляму выпадет, не знаю, там. Так, вторая рулеточка по счёту. Снова, снова рулетки, но в этот раз уже половинки, блин. Два с половиной рулетки. Ну, тоже нормально, в принципе, почему бы и нет. Давайте откроем следующий. Наконец-то мне повезло, ребят. На третьей тыкве мне выпало, как видите, две тыквы. То есть, как бы это тупо ни звучало, у меня получается окуп 2х. Но, к сожалению, четвёртая тыква меня чуть-чуть не порадовала, мягко говоря. Да. Следующая тыква не то, что плоха, но могло быть и лучше. В принципе, 500 тысяч я вышел на ноль, можно сказать. Но дальше, ребят, я вообще не ожидал, что такое может быть. Но у меня выпал Porsche Taycan. Конечно же, этим уже никому не удивишь. У каждого второго есть Porsche Taycan. Но всё равно, ребят, это много бабла. В принципе, почему нет? Это 100% окуп. Хотя нужно время, чтобы найти покупателя на такую машину. Но всё равно, я считаю, это прям идеально. Мне выпал Porsche Taycan. И это прям с кайфом. Прям давайте перейдём к следующей тыквке. Потом мне выпало, ребят, 200 доната. Это тоже с кайфом, прям с кайфом. Это тоже окуп, в принципе, можно сказать. А дальше выпало, ребятки, вы не поверите, 15 эпических тыкв. Ну, в принципе, тоже окуп, потому что 15 эпических тыкв, это одна легендарная и 5 эпических. Почему бы и нет? Ну, с эпических всякая херня выпала. Я в ускоре вам покажу. Просто какие-то маски ненужные, ненормальные. Я не люблю такие маски, какие-то приколюшные такие штуки. Бред, полный. Не люблю эпические тыквы вообще с всем сердцем. Полная херня, на самом деле. Ну, мне нравится с этого только легендарная тыква. И что может выпасть прикольные вот эти футболки. Всё остальное, ну, такое себе, на самом деле. Дальше уже с легендарных мне выпадают, ребятки, вторые полляма. То есть у меня уже в целом ляма с тыкв выпала. Ну, в принципе, нормулик. Покрутим ещё раз. Так, давайте открыть ещё. Так, второй раз нам выпадает чё, ребят? Я даже не помню, кстати. Я озвучу сейчас во время монтажа. Снова. Да, я вспомнил, ребят. Два раза подряд полляма. То есть у меня уже в общем получатель лям 500. И ещё раз, да. Три раза подряд, ребят, выпадает полляма. Это жесть. Это бред какой-то. Полтора. Ну, это, в принципе, прикольно. Это не минус. Но хотя я тыквы покупал дороже. Так что нахер мне они нужны. Во! Масочка ещё упала. Хотя нафиг она кому нужна, если у всех уже есть. Но да ладно, в принципе. Почему бы и нет? Ребята, а сейчас вообще шикарно. Я начал открывать те рулетки, которые мне выпали с тыкв. И вы не поверите, с каждой рулетки мне выпали верты. Сначала, как видите, лям рублей. Потом сейчас второй раз покручу. Выпадет полляма рублей, ребят. Потом третий раз выпадет 250 тысяч. Я не знаю, как это вообще возможно. Какой вероятностью вообще могло бы такое быть. Это впервые у меня в жизни. Но, ребят, три раза покрутил. И все три раза дают мне верты. Это жесть. Что сделали с новыми рулетками непонятно. Некоторым вообще не падают верты. Мне наоборот всё выпадает. Я не понимаю. Вообще полный рандом отвечаю. И это даже становится даже интереснее. Открывать из-за этого рулетки, на самом деле. И, ребят, да. Да-да-да. Я ещё выиграл машинку. Амбуланс. Да. Я сначала, знаете, такие радовался. Радовался, что выпала машина. Потом что-то читаю. Я думаю, амбуланс. Такой, блин. Какой нахер амбуланс? Кому я ему продав? Кому? Кто купит амбуланс? Ну, типа, такое себе. Сначала обрадовала рулеточка. Потом. Но, в принципе, лучше, чем аксессуарчик. Почему бы и нет? В принципе, с рулеток. Рулетки мне прям понравились, ребят. Рулетки с тыквкой. Прям большой плюс. Ну что ж, ребятки. Выводы. Выводы. Стоит ли покупать легендарные тыквы за 550 тысяч? Я скажу вам так. Вы в минус, скорее всего, не выйдете. А если выйдете, то очень мало. Скорее всего, вы выйдете в ноль. И всякими приколюхами останетесь. С аксессуарчиками и так далее. Не знаю, нужен ли вам этот геймер или нет. Но я советую тем людям, которым очень сильно везёт в играх. И покупать именно легендарные тыквы. Потому что это, первое, интересно открывать. Очень интересно. Потому что анимация лучше, чем у леток сделан, на самом деле. По мою мнению. Вот. Второе. Если вам не везёт в играх. Если вы хотите просто заработать денег. То тыквы лучше не покупать. С целью заработать. Вы с тыквами плюс не уйдёте. Это, скорее всего. Прям, ну, 100% можно сказать. Но хотя. Хотя. Если найдёте дешёвые тыквы. Которые прям дёшево продают. Хотя таких очень мало. Обязательно покупайте. Дешевле 500... Пол ляма я бы купил, на самом деле. Где-то 400 тысяч, 450. Это прям шикарная цена. А так, ребят, выше 500 тысяч. Не вижу смысла. Если вы хотите заработать. Вот такие выводы, ребят. Тыквы мне обрадовали. Я потратил 6 лямов. Выиграл вертами. Где-то 4 ляма. Да. 4 ляма вертами выиграл. И плюс остались тачки. Тайкен, да. Тот же. Аксессуарчики всякие. И плюшки. По типу частей рулеток. Пару частей тоже осталось. Хотя это, ладно, это уже копейки. Ну, а на этом всё, ребятки. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новости про аномальские... Про конкурс. Ребят, не забывайте. Напоминаю. Условия лёгкие. Лайк, подписка на этот канал. В комментариях написать ваш ник, который в игре. И обязательно, самое главное условие, написать мой промокодик ARM. И при достижении третьего элла вам подарят 100 тысяч долларов. Желаю всем удачи. В следующем видеоролике в конце в рандомайзере найдём того человека, который выиграл Mercedes. Так что следующий ролик точно не пропускайте. Можете даже колокольчик включить. Он не всегда работает, но лучше колокольчик, чем без колокольчика. Правильно, правильно. Всё, ребятки, на этом всё. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok